Доброе утро, коллеги! Скоро мы начинаем. Мы разослали вам линки, ссылочки на возможность скачать вспомогательный материал. Также мы отправили мой имя, куда вы можете писать вопросы. Возможно, я сейчас не успеваю ответить на все вопросы, но мы ответим на них в будущем. Потому что хочется подготовить актуальный материал для лекций. Как вы знаете, бактериология, и не только бактериология, вообще и церноболезни. Да любая наша тема, что ни возьми, хоть это иммунология, хоть любая другая сфера, это бесконечная информация, и кажется, все интересно, и кажется, все актуально, можно дополнять бесконечно. Нужно 59 минут. Сейчас мы подождем тех, кто еще хочет подтянуться, и начнем. Доброе утро всем! Вижу Александра, Тарас, Мария, Титова. Мария Титова, мы, кажется, знакома, верно? Кстати говоря, есть такие, кто добрый? Есть такие, доброе утро, Мария Калачева. Кто, с кем вы раньше встречались? Денечки поставьте, пожалуйста. О, спасибо. Вижу. Так вот, также я отправила ссылочку на анкету. для того, чтобы выяснить, что вообще, какие для вас темы актуальны. И ответы на ваши вопросы мне действительно подтвердили мою догадку о том, что у нас с вами участники очень из разных сфер. Даже есть такие, кто вообще без ветеринарного какого-то биологического образования. То есть я знаю, есть люди, которые имеют огромный стадо птиц, вообще работают без ветеринарных врачей, сами вскрывают, сами там все это делают. Бывшие адвокаты, я не знаю, главное, что бизнесмены. Ну вот, мы сейчас начнем, как бы, вот эти лекции, это какая-то база, может быть, даже для тех, кто, вот даже таких товарищей, которые, несмотря на то, что образование у них практически никакое, но они вот, да, Пулат, Ташкент, Птицы, Пром, Азбекистан, но хоть какое-то, знаете, получат не то, что образование, но хоть какую-то базу, понимание того, что происходит у них в стадии с ними, в конце концов, потому что, когда у них начинается падеж, и этот падеж исчисляется тысячами и тысячами голов, то, конечно, уже тут даже хочется просто помочь, неважно, как у них там образование. Что ж, друзья, мы начинаем, я вижу, да, здравствуйте, Сетина, я тоже рада, что вы снова пришли, кстати, очень высокопрофессиональный работник в своей лаборатории из Грузии, мы раньше с ней встречались, рада, что она тоже приходит на наши уроки. Так, давайте начнем и сегодняшнее занятие у нас по бактериологическим болезням птиц. Друзья, тема большая. В качестве подарка опять я вам подготовила табличку инфекционных болезней в зависимости от клинических признаков. По моему возрасту тоже я там несла, но моя вот это я бы хотела сказать, что вот такие вещи, как таблички, какие-то схемки, почему я их люблю и вам рекомендую, это позволяет нам структурировать нашу информацию, потому что ее огромное количество, есть правила, есть исключения из правил, и вот эта информация, она все время, все время пребывает, и то, что я вам даю сегодня, это какой-то, знаете, каркас, какой-то там, я бы сказал, скелет, на который мы будем с вами уже потом вешать, добавлять полочки, да, какие-то полочки, на которые мы уже потом будем, полочки, на которые мы будем уже добавлять новую, новую информацию, которая все время обновляется, протоколы улучшаются, помните, я им давала протоколы от ИЗО, от ОАИ, люди лучше делают все время, придумывают новые способы, добавляют, в общем, давайте приступ, потому что очень большая, много информации, если честно, у меня получилось даже больше 250 слайд, конечно, мы за полтора часа с вами мы это не сможем пройти, вот, это, ну, много очень, поэтому мы насчет ссылок, Лилия, все будет, кстати говоря, сегодняшнее письмо, приглашение на регистрацию, оно содержало, если вы не пролистаете, там есть и ссылки, и мой мейл, пишите на мейл, в конце концов, да, Игорь, 250, я вам скажу, мне хочется все время еще, 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 поэтому я думаю, что я, что-то мы проговорим сегодня, да, что-то наверняка я не смогу проговорить, просто пролистаю, но, возможно, скорее всего, я вам просто дам, я вам просто дам PDF-файл, да, с сегодняшней лекцией, который я просто вставила уже одно за другой, и главное, вот, смотрите, рекомендую уже в начале, очень хорошая книга, это разные ее издания, изоляция, деференциация, характеризация, патогенов птиц, это с правой стороны, вы видите, это четвертое издание, посередине это какое, а, нет, посередине четвертое, с правой пятое, а слева и самая обновленная, это уже шестое издание, рекомендую покупки, те, которые постарше, они тоже очень хорошие, они дешевле, можно их купить за 30 долларов, за 40 долларов, в разных местах, по названию поищите, те, которые, которые по новее, оно около 50-60 долларов, но оно того стоит, это как библия для лабораторного работника, занимающимся диагностикой инфекционных болезней птиц. Рекомендую, приобретайте, я считаю, не пожалеете, всегда можно свериться. Сегодняшняя тема у нас мы рассмотрим колебактериоз, альмониллез, гемофиллез, орнитобактериоз, некротический энтерит, микроплазмоз, холера. Ну, я бы еще, конечно, хотела ремерел антипастифа добавить. Это, как бы, я взяла сегодня самые значимые для птицеводства, самые значимые для птицеводства патогены, и мы, давайте, приступим к их рассмотрению. Вот такая небольшая подсказочка, что ли, давайте вот эти наши патогены, во-первых, для того, чтобы их лучше запомнить, что к чему, кому они относятся, пользуйтесь, можно даже распечатать, так, для того, чтобы в голове так быстро уложилось, можно пользоваться этой картинкой. Бактериум относится к гемофилюс, вообще его раньше называли гемофилюс парагалинару, пастерелла к пастереллам, естественно, это у нас грамма, грамм негативные, бациллы, прежде всего. В основном, смотрите, как раз, что интересно, основные патогены, вот они как раз к плеоморфик, к кокобациллам относятся. То есть плеоморфик это те, которые меняют свою форму в зависимости от среды развития. пастерелла, орнитобактериум, ремирелла на пастифе к флавобактериуму относятся. Затем у нас есть орнитобактериум, ринотрехиалия к бактероидам. Есть также и наши любимые, конечно же, и колли, сальмонелла, к энтеробактериасу. И есть еще из тех, которые мы с вами сегодня рассмотрим, кластридиум. Тоже один из самых распространенных и значимых для птицеводства патогенов. Мекоплазма относится, посмотрите, она вообще у нас, поскольку у нее нет клетчатой стенки, только оболочка, это молитпутис относится. Она окрашивается в грамм положительно, но относится к отдельной семье. Так, коллибактериоз. Прекрасно поняли, знаете, что это граммотрицательная бактерия, имеет много факторов патогенности, такие как липосахарид, пили, флагелы, содержит плазмиды, мы говорим о предыдущих лекциях, с помощью которых обменивается генами и устойчивостью к антибиотикам. И большое есть количество серотипов, которые, среди них патогены и комменциалы, в зависимости генов, которые они несут. Бактерии, естественно, имеют широкое распространение, разные серотипы этой бактерии находятся в кишечнике, у животных, и птиц, поражают птиц всех видов, имеет большое значение в птицеводстве. Обычно эта инфекция, обычно инфекция, вызываемая этой бактерией, вторично, но также может и сама по себе вызывать заболевания, тем самым значительно экономически причиняя экономический ущерб. Как я уже говорила раньше, бактерия обладает высокой способностью проникать во внутренние органы, но вызывать заболевания она вызывает сама по себе, если у нее есть для этого достаточно сильные факторы патогенности. или конечно как мы уже говорили раньше, что насколько организм себя чувствует, насколько хорошо у него работает его фактор защиты иммунная система. Инфекционный процесс начинается при ослаблении организма или из-за какой-то другой причины. Причина, как мы тоже говорили, это стресс обычно всевозможный. здесь я перечисляю, какие же антигены есть, капсулярный, флагеллярный, фембриональный, соматический. Для чего нам это нужно знать? Потому что в результате мы читаем вот как здесь маркируем каждую эколи, тем более та, которая вызывает заболевание вот таким номером. то есть указывается какой каждый номер вот этого фактора патогенности. Здесь известны около 50 тысяч фенотипов и только некоторые из них может быть десятков причины клинических проявлений. Это те сиротипы, которые наиболее значимы в птицеводстве. относятся эколи к большой группе кишечных бактерий. Они большинство подвижные, растет на обычной среде при температуре в 17-44 градуса. Бактерия довольно чувствительна к дезинфекционным средствам. Откуда идет заражение, мы знаем, она довольно распространена и окружающие среда, комбикорм, вода, оборудование, то есть плохая очистка, несоблюдение норм дезинфекции ведет к ее большему распространению. Какие же проблемы она нам может причинять? Это прежде всего цыплята. Она является первой причиной смертности у цыплят, отставание в росте, отсутствие однородности развития поголовья цыплят мы наблюдаем, затринение дыхания, хрипы. Высокое это является номер один и шерихи колес причиной номер один смертности из-за рода дыши от проникновения бактерии после снесения яйца. Заражение амфолит это заражение желточного мешка незажившего пупка у птенцов вы можете потом позже прочитать я более подробно написала пупок может воспаляться не закрываться создавать влажное пятно на животе и тут уже присоединяются аппаратонистические бактерии такие как стафилокопки псевдомонас протеус и так далее и возникают развиваются уже смешанные инфекции амфолит может переходить в обширный перитонит отек грудного подкожного слоя и они цыплята уже ослаблены не интересуются едой водой депрессия смертность может смертность до 15 процентов у цыплят и 50 процентов у индюшек естественно стресс причина очень-очень многим инфекционным болезням у взрослой птицы выражается это болезнь органов дыхания хрип высокая заболеваемость смертность может достигать 30 процентов апатия отсутствие аппетита истощение плохое оперение отек головы конъюнктивит то есть после стресса мы можем ожидать присоединения на сцену выходит и шерихи и коля зачастую здесь я привела хороший снимочек где мы видим перикардит наполнение перикарда серозной жидкостью хлопьями фибрина сниже видите оно немного желтее такое перикардит и не путать конечно с подагрой это накопление мочевой кислоты вот то что вы видите сверху это накопление мочевой кислоты оно такое более белое белый такой налет обычно возникает при несоблюдении режима инкубации то есть влажности мы находим также воспаление воздухоносных мешков фибриль на воздухоносных мешках вот здесь видите воспаление оболочки печени перегепатит перикардит что мы делаем если подозреваем эколи когда подозревается септиками а септически взять кровь из сердца и печени смешивается она с 1-10 с бульоном и делается посев фибрино-гнойное поражение предполагает подострый процесс брать образцы эксудата из перикардиального мешка воздушношных мешков и суставов для перевозки если нужно перевозить то используется скошенный агар или тампоны в агаре мы обычно выделяем бактерии из внутренних органов если к нам пришла уже погибшая птица естественно как только птица погибает и шерифе и околи сразу же быстро проникает она и до этого зачастую уже была на внутренних органах но тем более если это погибшая птица из кишечника она быстро проникает во все остальные органы и для того чтобы определить является ли и шерифе и околи причиной смертности в данном случае мы ее выделяем из костного мозга положительные клинические патологические признаки поддержки выделения бактерий из проб на лабораторное исследование конечно же мы все проверяем все наши подозрения в лабораторных условиях обычно используем агармаконки которые являются лективной дифференциальной средой для кишечных микроорганизмов трептозное и кровяное агар с 5% бычей кровью это первичная среда для поддержки роста все мы туда и сюда и некоторые биохимические характеристики могут быть получены при использовании агара клингера или тройной сахар агар железом инкубация в 17-24 часа мы конечно же делаем потом подтетровку на антибиотики если планируем если мы видим что шерих является причиной вообще как 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 мы судим разная микрофлора конечно растет протоз может и так далее что является причиной или нет если мы видим что это практически чистая культура без примеси других каких-то патогенов то это признак того что как раз бактерии являются я имею в виду сейчас не и не только и шерихи колик в принципе когда мы видим размножение какого-то одного почти чистой культуры какого-то одного патогена какой-то одной бактерии это знак того что он преобладает над другими и скорее всего он как раз является причиной заболевания здесь я немножко дала как мы судим как это выглядит разные бактерии конечно относятся к интерпоректериации могут расти как мы их дифференцируем и могу только сказать что разработаны реал-тайм пцр на различные факторы патогенности токсины и мы сегодня больше правда их используем для в основном для проверки пищевых продуктов то есть нет ли загрязнения пищевых продуктах и шерихи и коле которые вырабатывают токсины мы разделяем инфекции как бы дифференциальной диагностики с другими патогенами микоплазма вирусы кастл грипп и другие сальмонайла гомофилез профилактика естественно являются счищения дезинфекция яйца быстрое собирание яиц чистка дезинфекция птичников дезинфекция воды дератизация норма биосекьюрити вакцинация не доказала своей эффективности ни качественно ни с экономической точки зрения поэтому профилактика соблюдение биосекьюрити это то есть чистка дезинфекция и так далее это основные средства борьбы сиротипы определяются в соответствии с видами антигенов соматический антиген антиген флагелы капсулярные пили лечим использованием антибиотиков или сульфониламидных препаратов обязательно делаем антибиограмму и конечно же поддерживающие терапии витамины о которых мы говорили ранее и соблюдение норм чтобы не было содержания для того чтобы не было стресса ни у цыплят ни у других возрастов птицы теперь мы переходим на сальмонелла это тоже относится к энтобарамбактериям сальмонеллы самые важные это тефемириум энтеритидис и тефе помним друзья что есть более 2500 видов различные группы и самые важные это во-первых те которые заражают только человека это сальмонелла тифи а в общем-то она нам в данном случае мало интересна у нас нам более интересны те которые заражают только животных и которые между животные общие для человека и птицы заражает только животных сальмонелла по лорум гулинарам по лорум гулинарам общие для человека и животных это энтеритидис сальмонелла энтеритис Тифимориум, Инфантис, Даблин, Мишоу и другие. Сальмонеллы, как мы знаем, передаются горизонтально и вертикально. Помним, что сальмонелла – это внутриклеточный паразит, что, собственно, и делает его таким неуязвимым, что ли, трудноудаляемым из стада, потому что он может долгое время сидеть в клетках иммунной системы тихонечко и проявляться только периодически при возникновении стресса. И таким образом переходит от бабушек маточного стада к различным птенцам, к уже бролерам и так далее, к тем, кто по линии. Факторы патогенности – это энтеротоксины, антропотоксины, несколько цитотоксинов, цитолизины, энтерохелин. Штаммы, которые, кстати говоря, энтерохелин – это факторы патогенности, которые воспребовождают железо для использования бактериями. Штаммы, которые не производят эти вещества, менее агрессивны. До сих пор механизм не очень ясен, но, возможно, бактерии выживают в межклеточной среде таким образом. Кстати, есть отличная статья, одна из новых, которую я хочу вам тоже прислать, она, правда, на английском. Кратко могу, вот здесь вот сказал о том, несколько слов, что есть острова патогенности. Что такое острова патогенности? Когда есть несколько, не какой-то один антиген отвечает за патогенность, а несколько. СПИ-1 включает ряд генов, ответственных за систему секреции белка типа 3. Встречается во всех видах сальмонелл. Эти гены особенно важны в процессе проникновения клеток в клетки и разрушения фагоцитов при апоптозе. Когда запускается механизм самоубийства в клетке. Экспрессия, таким образом она, как бы, сальмонелла защищает себя от уничтожения макрофагами. Экспрессия генов СПИ-1 как раз максимальна при 37 градусах и кислородной недостаточности, видимо, как раз то, что происходит при переваривании. СПИ-2, он также включает гены систем секреции белка 3, в основном отвечает за проникновение выживания клеток. Также остров патогенности обнаружен у всех сиротипов сальмонеллы Энтерика. Но не у сальмонеллы Бангории, это предшественник этой бактерии, этого сиротипа. Вероятно, вот такой горизонтальный перенос гена предполагается, что ген был приобретен после того, как произошло разделение между двумя видами. То есть это один из вот таких вещей, они как раз подтверждают перенос факторов патогенности от различных видов бактерий и между собой, между сальмонеллами, безусловно. Это еще один остров патогенности, вы позже прочитайте, я думаю, более подробно. За что он отвечает и что делает. На сегодняшний день большинство развитых стран мира, включая Европу, США, приняли решение значительно... Так, здесь немножко небольшая ошибка, я исправлю. Бороться серьезно с заражением сальмонеллой. И в Израиле на этом этапе сейчас мы к тому, что боремся сальмонеллой, Энтеритий 10-ти фемориум, значимый для человека, вообще для животных и человека. Мы также делаем вакцинации против сальмонелла инфантис, ну и боремся против других сальмонелл. Источники заражения – это зараженные птицы-носители, помет, птичник, оборудование, окружающие среда, корм, вода, мыши, крысы, животные, человек может переносить все, что угодно. Сальмонелла энтеритий 10-ти фемориум, основное значение – это влияние на здоровье человека. И вторичное значение – здоровье птицы, в основном цыпля до двух недель. Все усилия, в основном, конечно же, направлены на то, чтобы оградить человека от заболевания. Для человека он причиняется серьезный ущерб, есть даже смертность, высокая заболеваемость, потери рабочих дней. У цыплят, в большинство случаев, без клинических признаков, клинические признаки у птицы. У цыплята может быть понос, энтерит, воспаление оболочек сердца, печени, зона некроза печени, отставание в росте. У взрослой птицы довольно редко наблюдается какие-либо явления. В мире существуют коммерческие вакцины против сальмонеллеза трех тиротипов. Сальмонелла энтеритий 10-ти фемориум, плорум галинарум. У нас в Израиле нет сальмонелла плорум и сальмонелла галинарум. Это серьезные заболевания птицы. Я не знаю, насколько в России это распространено. Я надеюсь, тоже не так часто встречается. Есть живые инактивированные вакцины. Инактивированные вакцины против других сиротипов производятся как аутогенные вакцины только для местного использования. Имеются данные о довольно успешном использовании этих вакцин. Основной источник заражения для человека, естественно, это столовые яйца. На этом рисунке, схемке вы можете увидеть источники, эпидемиологические аспекты, как передается. Сами потом тоже можете посмотреть повнимательнее. То есть есть вертикальная передача, горизонтальная передача. Как мы можем предотвращать соблюдение биосекьюрити прежде всего. Мы постоянно наблюдаем. То есть эти человечки с лупой, они... Это означает мониторинг, наблюдение ввоза и заражения стада из различных источников. Диагностика. Это, конечно же, бактериологический метод. За последние 30 лет разработали различные методы для обнаружения этой бактерии у птиц. И эти методы постоянно обновляются. Сирологические методы низкоэффективны. Илайза считается, практически не используется. Но, тем не менее, после выделения бактериологическим методом сальмонеллы, мы проверяем, делаем реакцию агглютинации с изолятом, выделим с изолятом, кандидатом, так сказать, на проверку, что мы проверяем соматический О-антиген и два флагелярных антигена H1 и H2. Есть коммерческие препараты для проведения реакции агглютинации. То есть коммерческие, имею в виду, которые можно приобрести. Швейцарская, по-моему, компания какая-то продает. И фактически мы, то ли сами, иногда бывает, что у нас в Министерстве здравоохранения, мы выделяем сальмонеллу, чистую культуру, которую отправляем уже для дальнейшей серотипизации в Министерство здравоохранения. Но можно это делать самим, приобрести препараты. И реакция агглютинации довольно простая вещь, как вы не знаете. То есть конечная, у нас есть задача определить какой-то серотип, тифимориум, энтеретидис, инфантис. Это мы уже после того, как делаем чистую культуру, проверяем способом агглютинации на присутствии вот этих антигенов. Есть последнее как раз обновление по бактериологическим методам нахождения сальмонеллы, диагностики. Если кратко, это селективное обогащение делаем, предварительное обогащение, снова и снова пересеваем, селекционируем, селекцию делаем, отсроченное вторичное обогащение, идентификация. Рекомендую приобрести вот такой обновленный СОП. Вполне сегодня доступен и по цене, и обновлен, поэтому я как бы не буду сейчас слишком сильно останавливаться о этом. Откуда мы берем пробы? Из чистого корпуса, из корпуса с птицей, из конкубатора от птицы, от кур, помет, цыплята, мыши, яйца, корм. То есть мы делаем такой общий мониторинг. Диагностика. У нас есть также, конечно, и ПЦР, возможность ПЦР-диагностики. Есть рилтайм на общую сальмонеллу, сальмонелла и горитиди, сальмонелла, тифимориум. Но все равно подтверждение мы должны сделать на сегодняшний день. Реакция галлютинации является голд-стандартом, который мы не обходим, а как раз применяем в нашей практической работе. Еще раз вам этот полезный сайт. Проходите, пользуйтесь. Меры профилактики. Это постоянное отслеживание, проверка, лечение, вакцинация, биосекреорити, конечно, и выбраковка больной птицы. Мы делаем про вакцинации, как я уже говорила, в постоянной основе, биологической профилактики вакцинации, пробиотики, исключение с помощью других бактерий. Есть живые вакцины, инактивированные, с помощью выпаивания, распыления, с кормом, проводим вакцинации в однодневном возрасте, более взрослом возрасте, после лечения антибиотиком, вакцинации после перевода в чистый корпус. Лечение не всегда проводится в зависимости от обстоятельств вида птицы, вида ее возраста, выделенной сальмонеллы. То есть это вопрос, который, конечно, нужен, важен и довольно большой, который, конечно, важно лучше всего рассмотреть уже с клиническим ветеринарным врачом, что, собственно, я бы хотела и сделать. И если вам это актуально, пожалуйста, проходите анкетку, заполняйте свои, делайте предложения. Если для вас это актуально, значит, мы пригласим вас на такие занятия, постараемся это устроить, именно с клиническим ветеринарным врачом, что конкретно делается сегодня на практике в качестве лечения профилактики. А сейчас мы переходим с вами на гемофилиоз. Гемофилиоз параголинаром, еще у него, у него этого заболевания есть несколько названий. Насколько я знаю, в России известно больше под названием гемофилиоз. Давайте дальше посмотрим. Звук пропал? Нет, Лилия. Я думаю, что... Дайте нам, пожалуйста, знать, насколько хорошо меня слышно по десятибалльной шкале. Друзья. Да-да-да-да-да-да. Окей, звук есть. Отлично. Друзья, у меня сегодня хотелось бы пройти тот материал, который подготовил. А уже вопросики шлите, пожалуйста, на мой... На мой мейл, который вы сегодня получили. И мы лучше их отдельно рассмотрим. Потому что есть... Чем я буду рассматривать один и тот же вопрос несколько раз. Мы лучше... тему я подготовлю отдельно. И... Да, у кого-то есть проблемы со связью, из-за этого может быть плохая слышность. Вы сможете потом посмотреть, послушать в записи. Это раз. И во-вторых, я думаю, дать вам PDF-версию сегодняшней презентации. Вы сможете пройти, почитать. Так, сейчас у нас гемофилез. Гемофилез... Вот, смотрите, авиабактериум парагалинару. Видите, он у нас вот здесь, с левой стороны, гемофилез, так называемый. Так, какие еще мы можем добавить характеристики? Что это вот из этой схемки? Вот видите, он вместо грамм-негативная бактерия, палочки, факультативный анаэроб, гемофилез. Почему это важно отметить? Я вам скажу дальше. Это виды бактерий, относящиеся к гемофилезу, имеющие значение ветеринарии. Видите, есть и поражают и людей, и свиней, и птиц. Почему она так называется? Это бактерия, которую любит кровь. Эмму, блат, филюслов. Маленькая кокотбацила, плеоморфная, растущая в обогащенной среде, факультативный анаэроб, неподвижная, спор не образует. Что важно, для своего роста требует наличие содержавшихся в эритроцитах термолобильного фактора V и термостабильного фактора X. Когда мы хотим ее вырастить в конечно, приобретение этих факторов это довольно затратная вещь, довольно дорого, скажем, строить, но мы можем использовать другое, другой способ добыть их, я вам скажу дальше. Гемофиллес имеет много общих черт с пасторылой, есть виды, не требующие своего роста добавки сыворотки и крови. Описано большое количество сиротипов, некоторые из них, из которых перекрываются, некоторые различаются по структуре капсулярных полисокоридов и биотипов, биотип 2 больше относятся к патологическим, участвуют больше в патологических явлениях, изоляты здорового животного обычно принадлежат первому биотипу, имеет также эндотоксин, капсулы и известно носительство. гемофилюз гемофилюз вызывает острое заболевание, его порой называют это заболевание ромофолах, это как опухшая голова, очень хорошо видно на этом рисунке, картинке справа. Обычно это высокоинфекционное заболевание кур, иногда фазан, морские птицы, характеризуются катаральным воспалением верхних декательных путей. Это заболевание взрослой птицы, поражается слизистая воролочка носа и синуса, заболевание высокое, но смертность низка, нет осложнение, хотя заболеваемость может составлять до 20%. Опять же, друзья, факторы стресса, смотря какие у нас присутствуют в стадии. Вот эти цифры, они, конечно, могут меняться. Дальше. Я вам, друзья, когда будете прорабатывать материал, настоятельно рекомендую сделать табличку и вот вносить вот эти характеристики по характеристикам названия, клинические признаки, патолого-анатомические признаки, характеристика бактерий. Так гораздо легче потом вам будет делать аналитику, аналитику, в смысле ставить диагноз и задавать правильные вопросы. Это каталазм негативная бактерия, существует, конечно же, схемки по ее выделению. Она, смертность может увеличиваться, как я уже сказала, в зависимости от вторичной микрофлоры. Существует носительство, особенно распространено подверженные разновозрастные хозяйства и подверженность заболевания увеличивается с возрастом. Клинические признаки гнойные глазные и носовые выделения, опухание переинфраорбитальных синусов, синусит, конъюнктивит, опухшая голова, как я уже сказала, она у нас называется, чихание, дышка, потеря ориентации, вернее, равновесия, падение производства яиц до 40%, аппетит у птиц. Инфекция проникает через конъюнктиву или через нос. Обычный инкубационный период от 1 до 3 дней по следующим быстрым началом заболевания в течение 2-3 дней с поражением целого стада в течение 10 дней, что приводит, конечно, к увеличению отбраковки. Носители инфекции передают патоген через выделяемый эксудат путем прямого контакта, через яйцо патоген не передается. Передается при прямом контакте от больной птицы здоровой птицы, передача также, возможно, через людей, оборудование, окружающей среды комбикорм, воду и инкубационный период 24-48 часов. Патологонтомические признаки это катаральное воспаление носовых пазух, как мы вот видите, здесь разрез носовых ходов и пазух, и мы видим такие хлопья мугла, такая мугла, это по-русски или нет? Наверное, нет. конъюнктивит, нет изменений внутренних органов обычно, казиозное выделение, вот по-русски это казиозное выделение, конъюнктивис, синусах, трохеид, можем наблюдать, отек головы. Как же мы проводим лабораторную диагностику? Мы берем смывы от птицы, находящейся в острой фазе, желательно от недавно живой птицы, то есть порой при перевозке бактерия, чувствительна к перевозке, и когда мы получаем просто мазки, мы можем не выделить ее, она очень чувствительна к условиям, поэтому порой просим привезти живую птицу и уже берем пробу непосредственно от нее, ну, при вскрытии, те, которые, от птицы, которые перед, так сказать, уже смертью практически. высеваем на кровяном агаре или шоколадном агаре в одном направлении, а затем вносим культуру стафилококус эпидермис, которая как раз обеспечивает бактерию этими факторами и вид, которые необходим для роста эмофилюс галинару. Вот видите, здесь такие полосочки, это стафилококус эпидермис, а возле него такая ореол как будто, беленькие, это как раз и есть наши бактерии, такие мелкие, мелкие, как туман, но если это просто на фотографии, если мы рассмотрим, мы увидим, что это маленькие колонии, такие как раз наши бактерии. То есть нужно для, если вы желаете сэкономить на факторах, которые нужно добавить вот этих факторов для роста, которые нужно добавить в среду, вы можете воспользоваться вот таким простым способом. Диагноз, как мы ставим диагноз, клинические признаки, также сигнал нам это быстрое распространение по всему стаду, обязательно мы делаем лабораторную диагностику, эпидемиологические исследования, то есть приистория было, когда было, что было, мы всегда держим руку на пульсе, они тоже дают нам очень хорошую подсказку для того, что мы можем ожидать в том или ином случае. Ну и, конечно, же ПЦР это быстрая диагностика, которая довольно точная и быстрая. Можем использовать, нам не нужно заморачиваться и ждать долго выращиваем бактерии, но, как я вам уже сказала, ПЦР, конечно, не даст нам другую дополнительную информацию, которая дает выделенный патоген, такие как антиген характеристика патогена, и чувствительность к антибиотику, и, скажем, если проводить эпидемиологические исследования, которые мы вот как раз раньше был у нас проект, когда вдруг существующие лепрофиалактики вакцины перестали работать. Естественно, мы сразу же начали исследовать новые патогены, каким образом они изменились, изменились ли они на генетическом уровне тоже. Это довольно интересная работа, но важна, и она имеет практическое значение тоже. Дифференциальная диагностика это холера, стереломультоцина и другие респираторные бактериальные верственные патогены. лечение антибиотики ретромицин, спектромицин, тетрациклин, потетровка, антибиотика обязательно. Бактерия выживает 2-3 дня за пределами птицы, но ее легко можно убить с помощью тепла, сушки, дезинфицирующих средств. Профилактика это соблюдение принципов оздоровления птицы, есть инактивированные вакцины, вакцинируют дважды обычно, и вакцины это основное средство профилактики. Что ж, следующий патогет, о котором мы хотим, о котором сегодня я хочу рассказать, это орнитобактериоз, его возбудитель это орнитобактериум рина трахеалия. Она относительно недавно открытая, медленно растущая, племорфная, грамма, отрицательная палочка, была впервые выделена в 1981 году в Германии от пятинедельной индюшки с симптомами поражения дыхательной системы. Мы не путаем с хламидией, естественно, орнитоз это поражение болезни называемой хламидией, а орнитобактериоз заболевание вызываемое орнитой, орнитобактериум ринотрахеали. Обычно поражает индюшкой бролеров, также могут валить грачи, голуби, утки, гуси, фазаны и другие, и перепелиные тоже. Не является занозным заболеванием. бактерии обычно передаются горизонтально аэроссезерайзолью или с питьевой водой. Также она довольно устойчива. корнитобактериум выживает один день при т.7, хотя нет, она не очень. 40 дней при 4 градусах и так далее. Что я еще хотела добавить, друзья, авиабактериум эмофилюс мы уже с вами его прошли, не было на слайде, но я хотела добавить, что как раз авиабактериум эмофилюс очень устойчив к окружающей среде, раз мы уже об этом заговорили, то есть у нас известны случаи, что скажем корпус оставался без птицы в течение года, даже двух, естественно в нем был проведен очень хорошая дезинфекция безусловно всеми возможными способами, но если вносилась в него птица, заселялась, все равно возникало заболевание, то есть он очень авиабактериум очень устойчив во внешней среде и он может быть не только в самом корпусе, но и вокруг и вовремя, вакцинация вовремя правильной вакцины, соответствующей серотипу, это основное средство практики. Так, мы с вами здесь мы говорим про орнитобактериум, это мы уже сказали с аэрозолиум, с питьевой водой, водой. Орнитобактериум также передается трансфориально, то есть через яйцо, возможность вертикальной передачи инфекции стала очевидной после того, как бактерия была выделена из репродуктивных органов энкоботонного яйца и неоплодотворенных яиц и погибших эмбрионов. Бройлеры заболевают в возрасте от 3 до 6 недель не сучки, а от 20 до 50 недель. У маточного стаида бройлеров заболевать наблюдается между 20-50 неделями во время периода яйценоскости. Клинические признаки у кур в 3-4 недельном возрасте это поражение дыхательной системы, постепенно возвращает падеж у маточного поголовья бройлеров, при возникновении заболевания наблюдаются снижения яйценоскости. Смертность увеличена, потребление корма снижено и наблюдается симптом поражения системы дыхания. Смертность может достигать около 11%. Клинические признаки слезоточения, деление износа, стременное дыхание, кашель, подкожный отек в области головы, оставание в росте, повышенная смертность. Паталотерические признаки, пневмония, иногда перитонит, артрит, фибринозная пена на воздухоносных мешках. Заболевание наблюдается в возрасте 2-80 недель у индюшек и 2-5 недель у болеров. Так, секунду. Перикардит, рахиит, перитонит, фибринозное воспаление стогнотных мешков, односторонняя и двусторонняя пневмония с фибринозным эксудатом на флевре. Это то, что относится к патологическим признакам. Как выглядит воспаление воздухоносных мешков? Вот таким образом. То есть такая пена, как будто здесь тоже скопление жидкости, эксудативная пневмония. И здесь, если вы присмотритесь, особенно с правой стороны, видите, тоже пена такая в суставах и в сухожилиях. С левой стороны, видите, как сустав опухший сустав, также пена. Птица выглядит зверошенной, меньше пьет, ест, растет подеж, взрослые птицы, повышенный падеж может быть единственным признаком. Только перед самой смертью может наблюдаться затрудненное дыхание, окрашенные крови, слизь, мокрота, депрессия. В двухнедельном возрасте наблюдают симптом поражения дыхательной системы, стечения износа, опухания интраорбитальных синусов головы. Птица может быть носителем и не болеть. Возникновение заболеваний зависит от многих факторов, сопутствующие дополнительные инфекции, стрессы, как следствие плохого содержания. И тут уже возникает порой вопрос, что раньше, а что после, который обычно задается. Но тут судя по всему, сначала как бы бактерия, как мы уже сказали, может быть, может присутствовать, но птица может не болеть. И тут конечно же триггером, так сказать, спусковым таким механизмом является дополнительная инфекция или стресс. В литературе описан синергизм между армитобактериозом и болезнью Ньюкасла, инфекционным римитархиитом, инфекционным бронхитом, бордотелиозом, шрихеколи, хламидии. То есть это как раз вот такие сочетанные инфекции. Ну и конечно стресс, он всегда открывает ворота, дает открытую дорогу для многих инфекций. Открывает дорогу, скажем так. Постановка диагноза на основании клинических патологических признаков зачастую затруднена из-за сопутствующих заболеваний и существования других похожих проявлений инфекционных болезней. Это означает, что вы можете видеть симптомы других болезней, но в то же время не подозревать, что орнитобактерия тоже участвует в процессе. И поскольку она требует, ну не растет так легко на средах, как другие бактерии, да, то есть требует дополнительных добавок, то мы ее зачастую можем упустить. Поэтому важно иметь в виду и на всякий случай проверять, пользоваться теми средствами, которые я вам сказала раньше и проверять, а не присутствует ли эта бактерия и может быть даже порой проверять ее на ПЦР-диагностику, что довольно относительно проще. А уже если она будет положительна и тогда уже начинать выделять и искать ее с помощью бактериологических методов. Для определения этой болезни мы берем мазки. Пробы берутся из страхи, синусов, легких, воздухоносных мешков, сердца, суставов. Она медленно растет на питательных средах. Я хотела сказать, что здесь это извиняюсь, я про орнитобактерию. Об бактерию мы говорили раньше, он требует специальных добавок. А орнитобактериоз это у него рост медленный 24-48 часов. Он растет, эта бактерия растет на обычном 5-процентном овечьем кровяном агаре с добавлением антибиотика. Обычно это гентамицин 5%. Он и для первичного выделения орнитобактериоза требуется содержание севшнаем. Как мы с вами видели, он факультативный аноэроб. Это бактерия факультативный аноэроб. Поэтому хотя бы первый раз нужно соблюсти эти условия, а потом уже при дальнейших пересевах уже он может адаптируется немного и даже не обязательно уже вот эти аноэробные условия. но для первых на первых стадиях это очень важно. Для того, чтобы мы не забили рост этой бактерии каким-нибудь там протусом и другими быстрорастущими бактериями мы используем вот добавление антибиотика. И конечно платы не нужно выкидывать, а выдерживать хотя бы 24-48 часов. Редкие из бактерий виды этой бактерии могут расти 72 часа. То есть больше 72 часов. Довольно долго медленно растет. Еще раз я подчеркиваю здесь, что для первичного деления важны аноэробные условия. Целевые органы это система дыхания, суставы. Некоторые изоляты поражают только суставы. так она выглядит эта бактерия при отраске по грамму. Так она растет на среде. Видите, мелкие-мелкие, такая она нежная очень такая бактерия. Мелкие, нежные. для сравнения, если посмотреть, обычный, какой-то здесь слева есть одна колония, она фактически в два раза, а то и в три раза больше, чем колонии орнитобактерий. Различают различные сиротипы, около 20, но сиротип A значительно более распространен среди кур, среди D, ксиротипы B и C. У нас сегодня различают ABC, в основном, а в мире известном более 20. Есть несколько методов для диагностики сиротипов. Это Rapid Aglutination метод, ELISA, AGP, который мы рассматривали раньше, прицепитация в геле, AGP, это один из тех методов, которые мы используем для асиротипизации. Здесь я вам привела протокол, в котором используется, вы можете, мы в принципе совсем не обязательно пользоваться коммерческими наборами для ПЦР, можно и самим заказать, сделать, подготовить ПЦР-реакцию, заказываем все составляющие, проводим ПЦР, что гену 16 РНК-бактерий, которые, в общем-то, известен как наиболее изген, который менее всего изменяется и специфичен для каждой бактерии. Вообще этот метод ПЦР на 16 РНК-бактерии, мы можем пользоваться им для любой идентификации на все бактерии. То есть, предположим, вы выделили какую-то бактерию, и вам очень важно узнать, что это. По тем методам, средствам, которые у вас есть под рукой, вам это сделать не удается. в таком случае мы проводим, можем провести всегда секвенс, то есть взять универсальные праймеры на вот этот ген и сделать, провести ПЦР, очистить именно вот этот участок, который прошел амплификацию, и послать его на секвенс. в результате проанализировать и полученный результат, и вам всегда, вы всегда узнаете, какая бактерия у вас есть. Этот способ очень достаточно быстрый, относительно, конечно, не потребует, но если вы, я рекомендую всем, кто действительно серьезно относится к данной теме, может быть, как бы найти способ делать, отправлять естественно секвенсы совсем не обязательно каждой лаборатории делать самим, мы амплифицируем, отправляем на аутсорсинг, для нас делают, возвращают нам результаты, мы сравнить теми данными, которые есть в Джейнбанк, это уже довольно несложно. Кстати говоря, у кого есть в этом потребность, кто хотел бы научиться, как делать секвенс, тоже пишите, пожалуйста, в анкете, мы можем провести такой урок на эту тему тоже, то есть конкретно, практически, как мы это делаем. И у вас будет такой инструмент, может быть, не очень быстрый, но зато довольно эффективный и работающий на будущее, потому что таким образом у вас появляется инструмент в качестве эпидемиологических исследований, вы можете знать, учитывая, что зачастую бактериологические патогены, они возвращаются, мы можем вот такой вот собирать историческую что ли информацию, которая нам в будущем очень даже поможет. И главное поможет отследить, чем она еще нам помогает, отследить, откуда пришла бактерия. то есть сегодня получили птицу отсюда и у вас была одна история, потом с другого можно сравнить эти естественно данные и при сравнении мы можем получить дополнительную информацию о источнике той или иной бактерии. Использование ПЦР естественно в соответствии с протоколом позволяет быстро точно определить присутствие бактерий. Антогенные вакцины значительно снижают количество вспышек орнитобактерии. Используются в основном инактивированные вакцины, так как пока не разработана ни одна вакцина из-за ослабленного живого штамма орнитобактерии. Есть комплексные вакцины из трех серотипов. Лечение затруднено, так как различные изоляты имеют различную чувствительность к антибиотикам. Требуется патитровка. По имеющимся данным 100% изолятов чувствительны к амоксицелину, хлорамфинколу, хлорти, тетроциклину и некоторые чувствительны к эритромициру, эритромицину, фурозалидону. Соответственно это так выглядит патитровка к антибиотикам. учитывая то, что эта бактерия растет давно, то эта вещь берет время, может и за даже неделю. Если каждый раз она растет около двух, трех, даже несмотря какой изоляр. Дезинфекция помещений, бактерия довольно чувствительна к химическим дезинфектантам, однако эта высокая эндемичная инфекция быстро распространяется в предварительно дезинфицированном помещении, особенно на птицфермах интенсивного выращивания, содержащих разновозрастное стадо. Теперь поговорим, перейдем к некротическому энтериту. Вообще ой, ой, что я делала? Друзья, что-то я делала не то. Секунду. А, вот все. Мне тут просто прыгнул наш чат на все окно, все закрылось. Но вы, наверное, этого как раз не заметили, он не отсвечивается у вас. Клостридиальные патогены. Это несколько патогенов, не один какой-то. некротический энтерит вызывает клостридиум перфрингенс, язвенный энтерит клостридиум колум. Кстати, вот этот снимок из этой фотографии приведены из вот этой статьи, интересной статьи, как может выглядеть. Я рекомендую, она есть в открытом доступе. И даже электронный перевод вам в какой-то степени даст возможность прочитать об этом заболевании. Слева мы видим, как выглядит изнутри кишечник и как в общей смотрите с правой стороны идут. Они даже дают степень поражения кишечника от самого наверное дают какой-то очки. То есть они отменяют от меньшего поражения к большему. И в результате даже некроз самый сильный. Но почитайте статью, я думаю, что это будет интересно. Также важно отметить, что гонголинозный дерматит вызывается комплексом бактерий кластридиум пинфрингеринс, кластридиум септум и тут еще присоединяется стафилококус ариус и этим страдают обычно куры-индюшки в 17-20 недель, часто бролеры от 4 до 8 недель и падеж может достигать 60%. Кластридиум перфрингенс это абсолютный нейроп, как собственно и другие кластридиум бактерии из этого рода. Сопрофит кишечника помните мы как раз с вами говорили про сопрофиты в самом начале тоже в предыдущих лекциях. Грамм положительные бациллы это неподвижные бациллы образуют споры и он кластридиум очень устойчив к высоким температурам а также даже до 105 градусов Цельсия к токсичным химикатам то есть он очень устойчив поскольку образуют споры. Вот так видите выглядят споры вот эти колбочки неокрашенные здесь вот на есть неокрашенные беленькие такие но просто фотографии плохо видно это уже которые как бы вышли из здесь разные стадии образования спорт просто они прозрачные неокрашенные и поэтому есть такие вот промежутки без окраски некротический энтерит характеризуется тем что появляется внезапно у птиц которые выглядят здоровыми впадать в состояние депрессии умирать в течение нескольких часов фактически повреждения почему это происходит поскольку есть токсины которые вызывают некроз кишечной стенки естественно потом уже избыток жидкости в кишечнике быстрое обезвоживание курицы обычно токсин выделяется при переходе из вегетативного состояния в состояние спор но разные варианты существуют конечно птицы начинают много пить перед смертью основной ущерб это снижение эффективности использования корма и снижение скорости роста динамический ущерб имеется ввиду некротический эндеррит бактерия является нормальным обитателем здоровых цеплят толстым кишечнике отдел кишечника если бы кишки но при нарушении микробного баланса в кишечнике дисбактериозе начинаются вот такие явления которые как раз описываю бактерии начинают размножаться мигрировать тонкий кишечник вызывая повреждения они выделяют токсины экзотоксины которые могут оставаться в организме даже долгое время после лечения и уничтожения бактерий токсины вызывают повреждения кишечника также выделяют токсины в точках перехода в разреженное состояние не все штаммы патогены а вообще существует около 800 серотипов острые течения смертность в быстром ухудшении состояния уже через три дня после заражения возможно даже стопроцентная смертность при хорошем физическом состоянии укура обычно это менее 10% другие промежуточные состояния между тем это среднее мы можем тут сказать как влияет как раз состояние физическое состояние именно система на течение болезни напоминает признаки кокцидиоза но возможно комбинация а затем кровь в фекалиях также наблюдается в легких субклинических случаях только ухудшение продуктивности птицы при хроническом проявлении возможно выздоровление через 2-3 недели также клиническими признаками является белая водянистая диарея вздутие живота угнетение нервозность анемия и так далее разрушение происходит с разрушением слизистой оболочки кишечники кокцидиями триггер номер один паразитами или другими бактериями смотрите у нас как раз вот в этом месте есть так сказать разделение мнения мнения делится многие спорят на этот счет что раньше кокцидия или кластридиум наше мнение что все-таки это кластридиум начинает так сказать первой есть для этого свидетельства скажем так и кластридиум при воздействии стресса начинает поднимать так сказать голову размножаться и тут присоединяется кокцидия поскольку для нее уже тут наиболее наиболее так сказать подходящие условия создаются много еды так сказать ее разжижается кокцидиостатик и так далее в общем-то там сложный такой процесс одно за другим вот и наше мнение что сначала кластридиум начинает кокцидия продолжает и в результате мы имеем высокую смертность и потери в разных видах изменения в питании что же что же может провоцировать это переход от мелкозернистого корма награнулированной повышение уровня протеина в рыбной мясной муки пища богатая пшеницей или чменем непередваренные полисахариды повышают вязкость кишечного содержимого тем самым замедляя скорость переваривания содержимого вызывают дисбактериоз и снижают количество полезных бактерий таких как бифидобактерии по сравнению с кукурузным кормом друзья помните мы как раз когда о профилактике говорили что можно очень даже неплохо влиять на ситуацию мы уже дальше будем говорить с помощью подкисления воды это то что позволяет влиять на клостриде сдерживать ее развитие нужно я считаю пользоваться этим способом на постоянной остове внезапно изменить содержание психологический стресс плохая вентиляция плохая подстилка влажность иммунозепрессия из-за инфекционных заболеваний также физические факторы различные влияющие на слизистую кишечника изменение состава комбикорма изменение температуры воды любой фактор препятствующий нормальной перистальтике кишечника все это может являться причиной начала заплевания генетика также существуют более чувствительные породы безусловно заражение заражение через помет воду подстилку проникает через желудочно-кишечный так зараженный материал для гляндования споры помним что есть споры а если есть споры как мы знаем это вещь которая довольно устойчива легко передается разными путями естественно может точно так же передаваться и различным декоративным птицам это заболевание здесь мы видите еще раз патолого анатомические признаки это схемиотично как развивается процесс как довольно быстро он развивается и буквально сносит эпителий кишечника да вот видите Валерия есть у нас уже так сказать ну не то чтобы пионеры но я думаю что Валерия уже регулярно пользуется один раз попробовал да увидел человек увидел эффект и будет дальше а напишите с экономической точки зрения как вы считаете насколько это оправдан Валерия поскольку вы уже пользуетесь этим да вот так выглядят патолого анатомические признаки еще раз клинические признаки но это мы уже перечисляли диарея с кровью непереваренная пища сильное обезвоживание и высокая летальность выделяем как мы выделяем выделение прямой окрашивания и выделение на питательных средах и прямое окрашивание как раз мы с вами когда говорили о микроскопе у нас есть возможность сделать содержимое и посмотреть кто там водится покрасить по грамму и если мы видим практически чистую культуру вот таких вот бацил то полное подозрение на кластридиум для выделения важно помнить что это бактерия для которой для роста которой важны аналогные условия и также в лаборатории мы можем проводить и ПЦР безусловно дифференцируем диагностику а еще есть хотела сказать что есть довольно много сред и специальных и обычных кровяной агар она растет на кровяном агаре тоже вполне хорошо дифференциальная диагностика мы делаем на кокцидиоз отделяем от кокцидиоза с альмонеллой тяжелые инвазии глистами и также гистомоноз тоже важен для дифференциальной диагностики лечение мы не будем на этом останавливаться давайте перейдем на мекоплазму еще раз ее классификация кому она относится мекоплазма поражает различных животных и птиц наносит большой экономический ущерб находясь среди самых значимых для птицеводства и других отраслей заболеваний она без клеточной клетки есть только клеточная мембрана потребляет холестерол что важно учитывать при выращении в лаборатории большинство микро аэрофилы в кальтативной анеобой на твердых средах растет в форме глазу нет вот как на фотографии видите как будто глазки такие она характеризуется тем что это очень маленькая бактерия относительно очень маленьким геномом имеет очень маленькое количество белков и является внутриклеточным паразитом у нее у этой бактерии есть такое качество как суперантигенность активация неспецифического иммунного ответа который истощает иммунные органы и как результат зачастую мы наблюдаем хроническое чечение болезни с периодическими обострениями в зависимости от других неблагоприятных факторов содержания кормления стресс и так далее и другие патогены суперантигенность ведет к иммуномодуляции интеракции с иммунной системой и ее выметения что такое суперантиген это токсин способный активировать Т-клетки результатом является массивная активация Т-клеток секреции цитокина в больших количествах и неконтролируемая образом не контролируется и таким образом мы видим лихородка диарея синдром тяжелого системного шока и смерть вот посмотрите на этой фотографии справа суперантиген если обычная бактерия она между рецепторами презентирующими и макрофагами и рецептором Т-клетки то суперантиген он не внутри он снаружи он просто осуществляет активацию неспецифическую активацию Т-клеток и таким образом истощает иммунную систему антиген так это суперантиген это мы уже проговорили микоплазма характеристики обычно поражает клетки слизистого петеля тем самым открывает аппарата для других инфекций зачастую находится в латетной незаметной форме у микоплазмы ее отличительной особенностью также является высокая антигенная вариабельность несмотря на маленький геном что помогает ее клониться от специфического иммунитета у микоплазма жизнеустойчива в окружающей среде легко переносится механически передается от маме к потомству и также вертикально и горизонтально по стаду существуют микоплазмы с различным уровнем патогенности у кур микоплазма вызывает хронические респираторные болезни у индейка она выражается в форме инфекционного синусита у нас есть различные виды микоплазма галисепсикум сыновья милибридиса йова который поражает индюшку галисептику синум и кур и индюшек тоже микоплазма обычно поражает органы дыхания разрешая пили и открывая органы дыхания для ворот инфекции делая их воротами инфекции для второчной инфекции присутствие микоплазмы утяжеляет течение многих бактериальных вирусных заболеваний таких как эколи пастерелла уартия мукасл турки ринвектор тихий трехиетис и собственно и других тоже болезней симптомы симптомы хриппо чихания кондитивит насмор синусит артрит снижение яйценоскости и естественно снижается использование корма снижение производительности если это яйцо более того того когда есть заболевание есть присутствие мекоплазма выращивание становится просто экономически неэффективным патологические признаки воспаления воздухоножных мешков воспаления воздухоножных пустей воспаления легких воспаления яйцевода может также наблюдаться перикардит перегепатит артрит постановка диагноза мы оцениваем клинические признаки и безусловно лабораторная диагностика прежде всего ПЦР у нас уже долгие годы проводится в основном ПЦР диагностика этого заболевания делаются проекты целые большие проекты на такой мониторинг силологические методы ЛАЙЗа возможны но они менее эффективны в основном вообще мониторинг перенесли с помощью проводили и проводят с помощью ПЦР можно делать выделение питательных средах но это медленно растущая бактерия то есть ее выделение берет неделя две по крайней мере также требует сложных сред среды довольно проблематичной и если конечно сама по себе лаборатория которая выращивает мекоплазму требует на то специальные меры защиты скажем так разрешения я думаю тем более в России проблемы что мы можем наблюдать при поражениях мекоплазмы в синобе клинические признаки проблемы с ногами хриппы чиха некометивид насморк синусит артрит воспаление воздухонок мешков воспаление дыхательных путей мекоплазму мелегридис мы наблюдаем только у индюшек щерб не такой высокий но все же это конечно неприятное заболевание проверка меры борьбы программа по контролю мекоплазмы мелегридис у нас есть о которых я упоминала проверка всех маточных стат раз в месяц 100 проб крови не меньше 25 на корпус это как раз мониторинг контролю который мы проводим что мы еще используем что вот эта программа она не обязательно заставить мы конечно не можем но ее результаты известны всем предприятиям выращивающим птицу и оповещение проводится ежемесячно то есть те кто приобретает птицу яйцо или птенцов из маточных различных стат они конечно знают что они приобретают то есть ведется вот такая вот открытая так сказать используется такая открытая информация что естественно влияет на цену и на другие факторы так воспаление дыхоножных мешков низкий процент вывода клинические признаки проблем с ногами изменения склета смотрите здесь на этой фотографии я очень хорошая фотография здесь показано как еще дальше я привела как берется проба из трахеи нужно вот сейчас следующие по-моему или через одну еще одна фотография мекоплазма йова это поражение которая поражает индюшек передача как я уже сказала несение зараженной птицы через одежду оборудование и так далее лабораторные исследования чувствительность процент обычно как мы раздеваем лабораторные исследования есть методы которые с высокой чувствительностью то есть процент птицы дающий положительный результат есть другой показатель специфичность то есть процент который дает отрицательный результат естественно это желательно сначала использовать анализ с высокой чувствительностью как первичный анализ а затем уже использовать анализ с высокой специфичностью тут имеется ввиду как бы принципы лабораторной диагностики когда мы когда мы используем два один или два вернее тут уже два метода когда сначала используем с высокой чувствительностью например как элассиологический какой-то метод или там глюцинация а потом уже используем более высокий специфичный высокоспецифичный метод как ПЦР но ПЦР если честно он конечно и высокой чувствительностью и высокой специфичностью поэтому мы в результате и перешли вообще на ПЦР при мониторинге аглюцинация сериологических методов используемые в Израиле можно сказать аглюцинация монокомп здесь монокомп как раз есть такая ой секунду компания израильская Биоголь которая производит такие наборы довольно быстро можно провести экспресс-диагностику на мекоплазму рекомендую и лазь естественно существует и гемоглюцинация выделение бактерий мекоплазма легко разрушается поэтому пробу должны доставляться в охлаждении и в течение 24-48 часов вот видите на этой фотографии даже лучше видно как мы берем пробу как нужно открыть чтобы хорошенечко цена недорогая снижать Валерия вот нам пишет что подкисление молочной кислотой или агросидом цена препаратов недорогая и с экономичным расходом птицы которые применяли практически не болеют кокцидиозом вот видите у нас все научные разработки ну то есть не только спорят специалисты зачастую что же у нас идет раньше что позже клостридия или кокцидия и вот когда мы начинаем регулировать влиять на состояние с клостридией мы автоматически помогаем уменьшить проблему с кокцидиями тоже так вернемся к нашей бактерии любимой мекоплазме ПЦР сегодня наиболее точный и быстрый специфический метод и чувствительный естественно можно обнаружить уже патогенов первые дни после заражения его присутствия ну естественно ПЦР требует оборудования обучения персонала мы можем определить виды мекоплазмы с помощью ПЦР есть специфические специфические зонды именно на разные виды мекоплазмы вот так выглядит тест галлюцинации но все конечно все познается в сравнении для мониторинга мы используем стерологические методы которые у вас есть возможность использовать если нет возможности конечно проводить ПЦР на сегодняшний день выигрывает вот так выглядит мекоплазма при выращивании поскольку она очень маленькая то мы даже используем такой микроскоп небольшой для рассматривания холера и следующим друзья мы уже полтора часа я не хочу особенно я уже сказала у меня 250 слайдов это довольно много мы сейчас быстренько пройдемся вы еще потом изучите холера это болезнь заболевания которая вызывается пострелой мультоцидой поражает домашних диких птиц очень заразно процент смертности высокие у индюшек водоплавящих птиц они более чувствительны чем куры острое проявление у индюшек водоплавающих но возможно хроническое течение у кур и у диких птиц это кокобацилла грамма отрицательная неподвижная хорошо растет на габином агаре но не на макканке при 37 градусах то есть обычно проблем не вызывает с ростом квалитативный аэроп микрофилимит по окраске аграмму двухполярная бактерия кстати когда мы говорили о микроскопии мы тоже во время септимии мы можем взять каплю крови и покрасить по грамму и увидим вот такие биполярные кокобациллы видите они биполярные в каждой есть как бы две таких два полиса скажем так и они не длинные кокобациллы они не длинные не короткие а вот такие биполярные бактерии вот а вот здесь на фотографии еще лучше видно смотрите видите существует 5 серотипов можно их с помощью бактерий без методов геморротинации бактерии без капсулы невозможно есть некоторые виды без капсулы и для них невозможно серотипирование кукура вызывает хроническое течение есть парадические случаи в шестинедельном возрасте маточного стада 30-60 недель выделение и у больных птиц из носа клевого глаза и глаз и от носителей дикая птица может приносить бактерии остаются живой под силки долгие месяцы у индюшек возможно поражение молодняка это бывает редко до 2-3 недель у гусей в молодом возрасте ну это вы прочитаете потом уже друзья патогенез клинические признаки зависят от различных факторов от патогенности как обычно и на другой стороне стресса то есть мы всегда имеем как мы говорили раньше две стороны патогенность и иммунная система в каком состоянии находится пастерелла чувствительна к дезинфекционным средствам солнечному свету высыханию нагреванию выглядит вот таким образом три проявления болезни хронические острые сверхострые инкубационный период 1-4 дня сверхострые течения имеет порой смерть без клинических признаков то есть вот все эти острые течения болезни кстати вот такие вот цианоз и распухание сережек гребешка это все одни из самых характерных отеки на теле хрипы кашель все это характерные признаки вот смотрите вот эти напухания сережек там внутри угла вот этот вот фибринозный там эксудат если мы откроем вот здесь видите тоже может хроническое течение болезни тоже может наблюдаться и начаться после острого течения при заражении пострелла с низкой патогенностью мы также видим опухшие ноги опухшие сережки падеж снижение веса тела слабость понос опухшие синусы хроническое течение болезни может продолжаться 2-3 недели тоже вот видите характерным является заворачивание головы как следствие поражения уха абсцессы суставов могут наблюдаться патологические признаки существуют вариации по форме сели выражения и при остром течении болезни петехии на эпикарде легких брюшном жире как вы видите здесь петехии различные патологические признаки пневмония фабринозное воспаление легкого увеличенные почки иногда теки головы шеи перитониты петехии так выглядит выстрел на кровеном агаре что мы делаем при лабораторной диагностике отпечаток с печени естественно берем асептические из внутренней части сердечная кровь окраска по грамму проводим типичные биполярные бактерии и окончательный диагноз мы скажем при введении бактерий из легких сердечной крови печени костного мозга селезенки есть у нас селогические наборы реакцию при питации в геле мы используем для классификации селогической классификации этих бактерий дифференциальная диагностика иризипилотрикс иризипилоз вы знаете есть бактерия она собственно в основном для индюшек наиболее так сказать значима острый колебактерий дифференцируем от острого колебациллеза и мекоплазма галисептику это похожие тоже бактериальные инфекции но менее значимы более вот из перечисленных я бы назвала ремерела анатипастифы которые мы сегодня не разберем я не думаю что у нас будет время но одна из распространенных в России и невыделяемых в лабораториях насколько мы знаем как будто на нее мне как-то внимание почему-то непонятно вот хотя в общем-то для выделения она не так сложна низкая защита от вакцинации от вакцин необходимо потому что необходимо подобрать сиротип вакцины лучше всего работает аутогенная вакцина порой люди довольно скептически относятся к вакцинам именно по этой причине что нет подборки сиротипа так лечение дальше секундочку что друзья мы с вами прошли материал я вам разошлю по-моему все что мы закланировали более-менее да мы вроде бы прошли я вам разошлю PDF этой нашей сегодняшней лекции рекомендую всю информацию записать разделить вот такую вот табличку пришлю вам табличку которую когда-то делала я но она естественно не полная плюс ее всегда можно еще дополнить она просто вам послужит какой-то основой каким-то началом для вашей собственной работы ведь сегодня информации довольно много вот во-первых задавайте вопросы пожелания пишите на почту Игорь спасибо что вы заполнили тоже всем спасибо кто заполнил анкету вот я помню Игорь писал как раз вот про побольше бы лекций для неизученных патогенов я наблюдаю такое явление друзья что практически ну все не все но такое впечатление что очень-очень многие патогены изучены и изучается это все делается все время тем более с сегодняшними средствами диагностики такая как ПЦР возможно сделать секвенс все что мы выделяем можно проверить на генетическом уровне и таким образом прийти так сказать к истине но то что я наблюдаю что то что порой очень хорошо изучено даже ремириала она типа стифи хорошо изучена на сегодняшний день и в общем-то там нет больших проблем с диагностикой если сравнить с другими патогенами то в России например почему-то ее просто не замечают зачастую и не проверяют то есть вот тут есть какая-то не то что недопонимание может быть я даже не знаю откуда вот это то есть может быть мы просто специалисты плохо владеют английским языком зачастую но у меня вот есть такая идея по поводу может быть клуба какого-то наших лабораторных специалистов возможно она конечно это этот инструмент используется в других в ассоциациях различных я поскольку я состою в ассоциациях то мы то есть общаемся с коллегами и когда есть какой-то вопрос или там тот или иной протокол нужен обычно с этим так сказать мы имеем поддержку от коллег спасибо да спасибо вам тоже и вот такой клуб он действительно порой очень-очень помогает то есть человек всегда может посоветоваться спросить потому что есть например информация которую я вам дала это как бы правило вернее даже не правило а то что более распространено есть еще очень много патогенов или течения болезни скажем атипичные и которые не менее распространены но они тоже есть понимаете вот и порой это уже зависит от вашего опыта насколько вы уверенно себя чувствуете откуда вырабатывается вот эта уверенность это вот эта информация которая дается которая у нас есть сегодня я в России тоже вижу у нас сейчас много всяких разных сайтов вы набираете патоген положим какое-то название и у вас тут же выдается вам пожалуйста вся информация о его характеристиках но тут важно усвоить эту информацию как-то ее упорядочить у себя и периодически повторять чем больше повторять тем лучше вы ей владеете то есть нужно вот это огромное количество информации нужно выработать и перевести в навык то есть быстро анализировать ага вот это там то что я вижу это может быть то то есть по различным по воздуху то есть по возрасту по виду птицы по клиническим признакам то есть вот этот процессинг да какой-то определенный вот то что является наиболее ценным быстрота вот этих ну как компьютер что в какой-то степени ну естественно перенимать опыт у более опытных коллег это тоже очень-очень ценно спасибо что вы были поставьте по десятибалльной шкале насколько вам было сегодня интересно и полезно это важно спасибо спасибо вижу спасибо спасибо большое друзья здесь уже как бы домашняя работа очень важна по каждой позиции можно больше и больше и больше информации а когда вы ее вот так вот в табличку и так посматриваете ее иногда можно даже на стеночку но раз повесить то я вас уверяю ну я вот так языки в свое время учила да английский иврит кажется ну это невозможно выучить да это огромное количество информации нет возможно когда вот так вот вы периодически просто на эту табличку вы посматриваете и она как-то там она работает она лучше усваивается информация рекомендую я вам вышли то что у меня есть на сегодня да вот вижу на почту сейчас я вам у кого кто не получает какие-то наши да спасибо вам тоже спасибо что вы участвуете что вы с нами я рада что к нам приходят даже те кто вот ставит семерочки что вы уже знаете очень много Руслан вот я вижу Руслана извиняюсь ну знаете это повторение мать учения что называется и я желаю вам успеха вы всегда можете знать еще больше еще главное не только знать а вот обрабатывать эту информацию когда и применять ее на практике когда вы ее встречаете в жизни все большое спасибо всем присутствующим также хотелось бы более подробно друзья вот как раз я говорю моя анкетка которую я увидела еще раз подтвердила что у нас люди из разных областей кто-то клиническим лечением занимается кто-то конкретно в лаборатории сидит у них у нас конечно же разные с вами разные интересы немножко они базовые общие вот как вот эти лекции которые сейчас провожу это базовая информация а куда вы уже дальше будете тренироваться в какую сторону то ли вы хотите быть клиническим врачом и быстрее и более так сказать назначать более эффективное лечение это одна тренировка а если вы хотите тренироваться в лабораторной диагностике это уже немножко другой путь и как вы говорите более конкретно более непосредственно с расчетами со схемками и прочее это другая работа которая не нужна в общем-то клиническому материнарному врачу им нужно идти в другую сторону поэтому мы продолжим наше занятие но уже разделимся по группам кто идет в лабораторию им в одну сторону а кто идет на клинические исследования те немножко в другую то есть у нас общие начала но продолжения разные так друзья спасибо до свидания всем успехов постараемся всем все выслать и будем на связи еще последнее слово на следующее занятие мы будем говорить о инфекционных не обо всех конечно часть у нас еще два я планирую два занятия посвятить вирусным заболеваниям птиц и на последнем мы рассмотрим с вами кокцитию истамонас что там у нас еще то есть грибковые болезни и паразитарные болезни вот и сделаем подведем итоги тренинга все большое спасибо хорошего дня успехов спасибо спасибо